Снова всем welcome, это снова я. На этот раз я приехал в суши, в суши-ресторан. Называется он вот Куро Мутен Куро Суши. Довольно известный ресторан. Это сеть магазинов этих, точнее сеть ресторанов. Здесь находится вот такой вот хороший вид. Также разные хотто-мото здесь, рамен и так далее. В принципе, я считаю эти суши одни из самых вкусных и недорогих в Японии. Потому что одна тарелка здесь стоит ровно 108 йен. И там идут две суши. Сейчас мы зайдем внутрь, я все покажу. Я вот зарезервировал, сейчас вот такой вот квиточек дают там. Буквально через пять минут должны пригласить уже. Сейчас, в принципе, уже осень поздняя, поэтому я оделся потеплее. Как видите, тоже здесь люди ходят в основном уже все в штанах, то есть в куртках. А так вообще, если здесь тепло на улице, то в этом магазине очередь стоит, вернее, в ресторане очередь стоит аж до этого. Вот до туда, до конца парковки. То есть народу просто дофига приходит. Ну ладно, сейчас зайдем внутрь, я покажу, как там что-нибудь. Резервируется столик вот здесь, вот это, с левой стороны, это столы, то есть резервируется, а с правой стороны, это за это, вот эту штуку. Это 422 позвали, посмотрите. У нас 424 сейчас ждем. Вот они показывают, как этой штукой пользоваться, если надо. Это, в принципе, умею, я покажу попозже. Вот, столы идут вот там вот дальше, вот они вот такие вот, как бы секционные. То есть вот, вот как вот эти вот выглядят, да, вот примерно так вот. И в целом оно, как бы, удобнее сидеть, чем вот за этой стойкой. Там сверху идут эти шарики. Это игра, игра такая, то есть там закидываешь 5 тарелок, на экране этого планшета возникает игра, типа, рандомная там. И если ты выиграл, то тебе выкатывается шарик. Ну, от тебя ничего совершенно не зависит, просто повезет, не повезет. Шарики обычно какой-нибудь брелок. Ну, мы продолжаем. В общем, вот я внутри. Вот такая вот штука у них здесь ездит по кругу. Они называются, я не помню, роторы что ли, что-то такое. Роторы суши. И тут такие тарелочки. То есть, смотришь, например, если тебе что-то понравилось там, вот едет, да, по этой самой, по линии. Ты берешь отсюда вот эту тарелочку, хоп, вытаскиваешь и ешь. Соответственно, там написано название по-японски сверху на многих из них. Если тебе, например, ну, непонятно, то есть, то можешь спросить. Или же, или же, если тут, например, ничего путного нет, то здесь вот есть выбрать язык. Можно английский поставить. Вот будет по-английски все меню. То есть, соответственно, здесь разные. Вот. Можно отсюда выбирать вот эти вот нигерии. Нигерия тут как раз и есть суши, типа натуральные. Потом роллы есть также для тех, кто любит роллы. Но роллы не такие, как у нас в России, там, в Калифорнии, еще что-то, типа, и американские. А роллы именно японские тут. Например, салат тунец, салат крабовый. А, вот это крабовый салат, это просто сейвфуд разный, там, кальмары, еще что-то. Красная икра с огурцом, фарш, фарш из тунца и так далее. То есть, ну, разное. То есть, потом здесь вот есть еще яйца там разные. Вот, что-то типа этого нормально, то есть, можно выбрать. Также вот здесь есть у них чай, бесплатно идет. То есть, чтобы попить чай, вот мы открываем эту штуку. Здесь такой порошок зеленого чая. Берем, например, одну ложечку, вот. Сюда. И потом, значит, вот сюда вот кипяточек набираем. То есть, нажимаем просто на этот, кипяток идет. То есть, ну, для тех, кто, как бы, придет, чтобы... Это такая система во многих суши барах используется. Поэтому, в принципе, если вы знаете эту, как она работает, можете где угодно этим пользоваться. Это бесплатно. Ничего страшного, нет. Там соевый соус стоит. Это у нас сладкий соус. Так, что ж, попробуем что-нибудь взять, заказать здесь. Вот, к примеру, можно начать... Я не знаю, кто там что любит, конечно, это все от вас зависит. Вот самон бейли неплохая штука. Ты будешь? Нет, ну, тогда я одну возьму. Самон бейли. Потом вот это вот магура, которое они... Ну, в Японии называется магура, здесь он называется тунец. Вот. И вот фатти туна. Вот фатти туна, она повкуснее штука. Потом, что еще есть интересного здесь? А есть эти вот нигери с этим вот, жареная. Например, там свинина жареная, еще что-то. Они, то есть, берут это, поджаривают потом сверху этим газовой горелкой. Это тоже вкусно получается. Сейчас я посмотрю, здесь, по-моему, были до этого. Разные супы, мясо. А, ну вот. Вот эта вот штука. Давай, парочку возьму. Вот эта. Да, вот такую штуку парочку возьмем. Ну, и что тут еще есть? Ну, там картошка, это же как бы суши-бар, брать картошку, это прям дикость какая-то. И еще вкусная штука, это крабовый салат. Вот, салат. Ну, здесь просто салат называется. Ну, вот все, пока они говорят, вот подождите. То есть, мы сейчас обрабатываем его заказом. И он приедет вот по вот этой линии. Вот здесь вот линия, она катается. И как бы, когда будет готова, она сюда приедет, просто забираешь отсюда, тарелка и все. Очень удобно. Соответственно, здесь также есть васаби. Васаби. Ну, по умолчанию васаби положим в каждый из вот этих нигири. Тут уже нигири не доезжает, потому что он полупустые все ест. То есть, он по умолчанию, он должен уже быть вот под рыбой. Под рыбой немножко с васаби есть. По умолчанию. Хотя, некоторых сушибарок ты можешь выбрать с васаби или без васаби. Это тоже, как бы, отличительная особенность. Некоторые сушибары, они предоставляют такую возможность. Здесь же с васаби, ну, я вам рекомендую есть с васаби, потому что, мало ли, что это все равно, как хоть какая-то дезинфекция для вашего желудка. И, по крайней мере, вы до дома доедете нормально. Если вдруг вас приспичит что-нибудь там по дороге после большой порции свежей рыбы. Вот такие дела. А вот этот морской еж. Морской еж тоже, кстати. Уни он называется. В Японии называется уни. Хорошая штука. Блин, нету ничего, вообще пустые ежи здесь. Смотри, что. Видимо, не успевают они обрабатывать вот эту линию. Большой кусок вот. Это селедка. Вот это вот, кстати, аджи. Это селедка русская. Как в России селедка. Здесь аджи называется. Они маленькие здесь. Если в России они здоровые, есть такие селедки, прям хороших размеров. То есть здесь в Японии они маленькие все и не соленые. То есть она обычная. Здесь вообще рыбу мало кто солит на самом деле. Потому что с солью идет обычно соевый соус. Вот если хотите с солью, там есть соевый соус с соли, есть без соли. Тоже, кстати, надо выбирать. Также у них есть десерты разные, вот разного рода, там, кофе, кейки, там, пудинги и так далее. Можно выбрать, если вы хотите, там, какой-то из десерта. Вот видите, уже народу дофига там стало. А я пришел сюда, там рано рода не было практически. Можно заказать за 2, за 3, за тысячи где-то так. Большой набор на праздник обычно японцы берут. Там разные суши. Ну вот такой вот царашки. Сейчас попробуем что-нибудь просто поймать и спросим. Эбимайо. Это салат из креветок. Это юзу, это типа как мандариновый соус какой-то там. С мандариновым соусом. Вот такие штуки ложкой едят. Бинторо. Бинторо тоже, кстати, рыба неплохая. Ну, я больше люблю вот этот тунец там. Или же вот этот. Я не помню, сам он как по-английски. А, вот нам едут салаты. О, приехала. Опа, забираем. Забираем. Ну вот, теперь, значит, нужно взять соус. Соевый чуть-чуть сверху. Тапать. Далее. Берем мы эти, как вы, ложки. Эти ложки. Палочками. И палочками едем. Но я показывать не буду. Сейчас кто-то еще приехал. Вот, вот еще тут приехала. Забираем. Вот такие вот. Это вот с... Сам он с сыром поджаренный. Это свинина поджаренная тоже с сыром. Это крабовый салат. Вот так выглядит. Также здесь есть имбирь. Имбирь сладкий. Вот здесь можно взять его тоже бесплатно. Берете сколько угодно. Ну, также у них есть разные десерты. Вот, я заказал, соответственно, ананас и небольшой кейк. То есть, это тоже по 108 ян, в принципе, недорого очень даже. Ну, еще пройдусь немного по меню. Самые популярные какие здесь. Популярные... Давайте лучше по-японски. Я по-английски, я офигу узнаю. Значит, вот Магура. Популярный сам. Один из самых популярных. Сам он популярный. Вот с луком кто любит сам он. Или вот Торо сам он. Она посочнее, чем обычный сам он. Далее. Ну, рекомендую, конечно, попробовать. Это все на любителя. Махи-махи дрессингу называется. То есть, ну, рыба... Рыба, соответственно, здесь используется, вот, как в суши. Обычная рыба. Вот это вот. Бинторо. Но идет с соусом и с луком. Но лук, кстати, не очень острый, поэтому все нормально. Также очень вкусная штука здесь. Эти креветки. Вот сладкие креветки или просто креветки. Сыры есть. И есть еще хорошая штука. Вот, например, креветки с сыром зажарены. Тоже хорошая вещь. Так, что еще есть интересного здесь? Из популярных. Популярный. Вот. Тоже. Это магура, но маринованное в специальном соусе. И тоже сам он. Но тоже маринованное в специальном соусе. Это вот сделали в виде рта такого штука. Тоже десерт. Также здесь есть карри. Но я вам не советую есть карри в суши-ресторане, как бы. Не потому, что оно невкусное, а просто, ну, как бы, суши-ресторан. Он, как бы, лучше в нем есть суши, а не карри. Соответственно. Ну, всякие гамбургеры, там, десерты и так далее. Ну, тоже по 100 йен. Вот все это. Те, которые дороже, они указаны. Там 200 йен, там 150 йен, 250 йен. Ну, в пределах 250 йен все. То есть, это не то, что как вот есть рестораны, в которых... В которых от 100 до 500, там, йен идет. То есть, очень дорого. Вот, кстати, вот он, тору-самон. Немного с жирком такой вот кусочек от рыбы. Очень даже вкусная вещь. Это вот нато. Это вот для тех, кто любит нато, можете поесть нато. На вкус, конечно, на запах не очень. На вкус, ну, как что-то жареное. Какая-то жареная вещь какая-то. Жареные бобы такие. Очень, очень вязкая такая масса. Ну, вот тоже, как говорил уже, вот самон с сыром жареный. Очень даже популярен. Так, ну вот, значит, я показываю. Вот показано здесь 4 тарелки. Сейчас 5-ю закидываем, вот эту. Сюда вот. А, вот он нам, заказ приехал. Фатти Туна. Во! Большой кусок. Вот, сразу видно, большой кусок суши. В общем. Значит, вот, закидываем, и там будет игра. Сейчас проверим. Вот сюда вот раз. Вот, смотрим, здесь вот игра. Джокер. В стиле аниме там все. О, прииграл. Ну, когда выигрываешь, оттуда шарик выкатывается. Так, ну вот, в общем, мы выиграли. Вот здесь забирается этот шарик. Надо вскрытие. Хула-кафе, в общем, это какая-то игрушка от этих. Хула-кафе. Вот у них тут есть разные. Это, то есть, можно цвет менять, что ли, ему самому. То есть, мы выиграли просто белое, вот такую. А, вот, вот эту вот белую штуку. А, вот, белую. А может, тут разные есть. Красные, разноцветные. Может, самого даже покрасить, чтобы не заморачиваться. Ну, вот такая вот, типа, сувенира. Вот эти шарики обычно возвращают. Ну, на выходе там их возвращают. А вот эту можно с собой забрать. А вот даже, если вы пришли в один из этих вот, как бы, вот, кура-зуши, кура-суши, вот эти вот, рестораны, да, и вам не понравилось, например, в каком-то из них, это нормально. Потому что мне тоже некоторых не нравится. И очень многое зависит от места, где он стоит. То есть, в разных странах работают разные люди, соответственно, и готовят они по-разному. Где-то вкусно готовят, где-то не очень вкусно готовят. Естественно, где-то шоколад используют. Одной марки, где-то другой. Также в десертах. Поэтому, как бы, пробуйте разные, пробуйте в разных местах. И если вам в одном не понравилось, возможно, вам понравится в другом. Потому что мне, вот, например, в некоторых местах, где в этом же ресторане, кура-зуши, вот этом, в других станциях, на других станциях, мне не нравится. Потому что там готовят по-другому и не очень вкусно. Вот такой вот суши-ресторан. Семейный. Он считается семейным вообще, как бы, здесь, потому что очень много семьи приходят, людей. И порции достаточно солидных размеров. Если вот брать, например, вот. Это вот нормальные. Куски мяса хорошие, большие. Больше, чем рис. Вот. То есть это стандарт в Японии. Потому что рыбы должны быть больше, чем риса. То есть она должна покрывать ей по бокам быть. Вот как здесь вот видно. Вот так вот. Вот такой вот ресторан. И если вам понравилось видео, зайдем подписываться, ставьте лайки. Ну, если у вас остались какие-то вопросы, задавайте комментарии. С вами был Дэн. До новых встреч. С вами был Дэн.